Это, прежде всего, огромная концентрация внимания, концентрация на своем внутреннем голосе. А он реагирует на мой внутренний голос, и на каждую мою мысль, и движение, и дыхание. А я тоже должна реагировать, потому что он очень капризный. Ты держишь музыку в своих руках, ни к чему не прикасаясь, а ты держишь за невидимые ниточки. Люди, как правило, всегда очень удивлены, всегда спрашивают, а что вы делаете? Они считают, что, может быть, я дирижирую, дирижирую дирижером, или, может быть, у меня здесь струны, или, скорее всего, что я, наверное, пою. И фиксируют. Ударяешь и фиксируешь. Супер! Вот здесь мне, ну, я думаю, что лет 9. И уже учились. Ну, вот он меня, примерно, с того возраста и учил. А сейчас попробуем его настроить. Конечно, он уже не в том хорошем состоянии, но еще дает звуки. Да. У меня столько теплых ощущений и воспоминаний о Льве Сергеевиче, потому что он был совершенно фантастический человек в душевном плане. И при этом он же был великий экспериментатор. И Термен Вокс, и разные свои другие изобретения, сделал революцию в искусстве, в общем-то. В его биографии, которая продлилась почти 100 лет, вошло все, практически все перипетии 20 века. Он был репрессирован, провел 8 лет в заключении. Ни к чему не прикасаясь руками, управлять музыкальным звуком в воздухе. Открытое электромагнитное поле, на которое мы можем влиять своим телом, рукой, можно головой. Все, на все реагирует. Поэтому я вас посадила подальше, чтобы мне никто здесь не мешал играть на Термен Воксе. Мне очень интересно всегда играть с самыми разными ансамблями. Моя миссия вот такая стала постараться доказать людям, посмотрите, какой интересный музыкальный инструмент, какое разнообразное, серьезное, экспериментальное музыку можно на нем играть. И вот так вот с детства мне это хотелось сделать, и я продолжаю это всю свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok